привет вас сейчас будет видео которое может некоторых удивить причем назовем его так дерзко защиту доброго имени сталина но как помните я много раз говорил я говорю только правду правда горькая ложь сладкая и мало того я много раз объяснял что в истории не бывает такого или белые или черные ну всегда очень все запутано примет применям действительно скажу исторические факты я надеюсь вы понимаете что то что вам рассказывает некоторые политики это чушь собачья действительности все не так и вообще надо думать свои головы они служат всяких проходимцев которые возле госкормушки почему я говорю в защиту я хочу вам рассказать про гулах это не значит что я поддерживаю гулах или говорю что это хорошо это кошмар я встречал людей которые проходили через гулах детстве конечно встречал это ужас прямом понимает но данной ситуации хочу рассказать почему он появился какая была цель ну и какая экономическая целесообразность и почему сталин вынужден был это сделать вот в данном случае да с вашего позволения начну с литературного произведения мастер маргариты не знаю читали вы или нет фильм бездарный не смотрит есть такое как бы воспоминание одно из приближенных стали стали сталину доложили чека всегда хорошо работал туда что было булгаков пишет запрещенный роман и главы читает дает своим друзьям почитать так дальше ну принципе как правило писать игроки дело ну соответственно стали дал команду пронести на посмотреть что там за антисовичи напишет ему конечно подсуетились это вот беда знаете в окружении писателей продажных предатель очень много не удивляйтесь по этой причине да действительно булгаков дал другу друг передал нквд а что же вы хотите ну вот это вот гнилость сталин принесли он перечитал вообще надо отдать должное он действительно сам писал очень безграмотно все с большой буквы действительно факт за него не писали это факт и читал да он перечитал и потом вот этот вот ее помощник один из помощников как понимать нужны вспоминает что когда сталину принесли очередной раз там список особо ненадежных советских там писателей поэтов типа надо же заняться там была фамилия булгакова сталин сдал карандаш и так его выкреслил порвал бумагу но после этого работники нквд поняли не 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 надо и действительно ну булгаков умер своей смертью так были там конечно нюансы даже станка то с ним по телефону беседовал было но многие литераторы не один я многие литераторы считают что воланд это и есть стали то есть булгакова писал волна стали ну а соответственно его свита это нквд ну понятное дело кто-то не согласится тем более то литературный произведение такое но факт остается фактом да стали это сатана дьявол да действительно старости лет он ну что называется вот возникает ситуация действительно гулаг почему он сделал почему сейчас в россии разгоняет такую тему с подачи кремля это точно знаешь что в углах отправляли только взяточников и растратчиков причем это специально разгоняет разгоняет фильмы даже показывает историки выступает это все лучше но если вам действительно интересно можете сейчас куча шархивных документов может почитать смотрите в советском союзе очень длительное время вообще за взятку не посадили ну не удивляйтесь знаете как наказывали взятки тут вообще общественным поруганием то есть человека с формально взятки делали общественный суд он выходил и его там общественность там трудовой коллектив ругал матюкал и читала что вот это вот воспитание больше взять брать не будет здесь еще надо через маленький у нас в советском союзе взятки были но они в основном выступали не в виде денег в виде услуг в виде каких-то поблажек ну дали вам талон на там то что вам дрова завесли взятка взятка частично ну чушь и понимаете просто в нищей стране взяткой были такая ну вещь которая сейчас для вас вообще никакого интереса не представляет тогда это было ну вот талон на хлеб талон на мясо вот это ну просто в потому что вы правильно поняли что действительно советская институция чаще всего взятка не в деньгах было а в услугах или вас там ну вашу родственнику приняли на работу тогда не исключили с партии так вот это были взятки поэтому слово блат появился очень давно и всю историю советской институции блат и поэтому почему не говорю что там ну за взятки нет потом была уголовная статья взятки но это была такая редкость чаще всего это очень редко расстратчиков тоже тут смотрите какая ситуация в советском за действием расстратчики были но вначале опять же считали что это пережитки общей но пережитки царской россии человек отрастратил царские деньги и потому что а потому что что было реально рассказывать ну как понимаете что после гражданской войны действительно в тюрьмах в колониях было очень много врагов советского не ну подумайте сами понимаете очень многие люди с оружием в руках воевали против советской власти но понятное дело но что же их благодарить до тюрьму логично но я уже молчу о том что действительно заговоры все было а что же ну если человек участвовал в заговоре куда в тюрьму справедливо ну же да в тюрьмах сидели было уже такое когда людей арестовали за происхождение ну к примеру он работал в полиции в российской империи дал тюрьму ну было было такое наказание считалось что ну такой вид наказать был офицером царской армии но прикинули что он не хороший офицер царской армии тюрьмы то здесь граф тоже за это можно было тюрьму загорелись но все-таки больше всего в тюрьмах двадцатых вот так сидели уголовники ну понимаете гражданская наша нашу разошлась если помните знаменитую песню с одесского кичмана ну помните там же какая цитата махновец знатно ну потому что действительно очень часто махновцы воры это тоже самое и да действительно получилась ситуация что после гражданской войны воров ну преступник было их действительно отлавливали ну и в тюрьмах сидели причем тоже была ситуация считала что они не совсем виноваты потому что от их надо перевоспитывать ну вообще это мнение что царский режим там вот и почему 12 стульях очень много выигрывается словечко то сейчас непонятны а тогда было очень понятно они обыгрывали вот эти словечки знаете да и вообще считалось что человек совершил преступление украл не потому что потому что он был родился в царском режиме был плохо воспитан а вот сейчас его перевоспитать и действительно сроки которые давали в советской тюрьмы для воров были очень маленькие ну что их больше воспитывали серьезно ну они выходили обратно воровали дело житейское и действительно первоначально как бы не тюрьмы привлекали для работы на это носило как бы случай от случай и может быть все таки было когда действительно стали не затеял не то что стали ну поймите это идею индустриализации предложил не стали троцкий причем стали это критиковал не удивляйтесь начать 20-х троцкий предложил вообще так званых всех привести на казарное положение и всех бросить строить коммунизм и проводить индустриализацию это троцкий но если я понимаю что никогда его работы не читать но если вы случайно сейчас в интернете все можете почитать действительно неплохо написано хотя большие куски вы просто не поймете прошлом пишет историю что вы уже знаете и действительно счет 20-е годы троцкий предлагал взять сделать промоармию ну другими словами гражданская война только заканчивается значит даже было такое извлечение пошла поставить штык взять лопату да это слова троцко не удивляетесь но потом уже то есть логика заключалась следующее все да все мы победили все есть теперь все рабочие являются военнообязанным уже трудового фронта все работает от звонка до звонка даже была идея что зарплатка кого не надо есть пойки вообще отменить запад была даже такая но там ну немножко увлекались 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 рабочая позиция вам это слово общение не говорит этот рабочая позиция она вообще бросила клич что надо чтобы во главе всей экономики советской бута россии или там там стояли профсоюзы но профсоюзы имелось в виду вот такие казарменные где во главе стать командиры причем даже не просто командиры герои гражданской войны вот он командовал дивизия сейчас он глава профсоюза металлургов вот он командует профсоюзом металлургов и рабочим классом такая идея да 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 это все есть русский сталин бесщадно критиковал перегибы и так дальше причем если как вы понимаете эта критика сработала потому что люди когда читали это как это значит ты подумал практически приходишь на работу значит шаг в сторону стреляют да ну типа надо все работать и вместо этого ты получаешь ну понимаете что люди конечно воспринимали плохо тем более даже небо запустили люди же видели что небо это же настоящая экономика а то что предлагал троцкий это ужас ну троцкого конечно лень ой сталин конечно убрал если вы помните тялин конечно хотела его оставить а потом ну потом когда не убрал его идея начал реализовывать знаете какая ситуация опять же обращаюсь к истории экономической истории советской россии или ссср как вам проще действительно первоначально и большевики ну и плюс ко всему даже скажем теоретики коммунистическое движение были уверены что если вот скинуть капиталистов если рабочие будут во главе заводом то рабочие будет работать очень хорошо ну вообще была такая идея ну постоянно вот этой работы маркса это все что вот все плохое от буржуев капиталистов она эксплуатирует а вот если убрать рабочие сами будут работать хорошо азартно то есть и тогда что подобное это было понимаете я понимаю что это смешно но это абсолютно серьезные люди считали потому что они почитали там работы хорошее и действительно действительно начале такая идея была ведь сначала мало кто помнит у когда выгнали этих прохлятых капиталистов директоров избирали даже не за избирали избирали как вот а он хороший нас там кузнец давайте директором поставим ура не пельмей вообще не а он первое решение как вырывать пацаны водки нажрёмся работать не будет не действительно по большому счету когда это запустили увидишь что не работает если помните свое время в свое время еще при жизни ленина дзержинского так была такая привычка давать дополнительные должности поставили во главе грубо говоря советской промышленности была такая структура специально называлась очень мудрена она занималась промышленность он и чека занимался этим и он да действительно первоначально когда начал наводить порядок там получалось такая ситуация проезжает а рабочие пьяные работать не хотят он присылает отряд чекистов зачинщиков расстреливает после стенки приумпает слов и начинает вот так это так это работал да и действительно вот как бы ну скажем так прекратил такую махнов щену нас действительно это да причем методом действительно расстрел подробнее работал уговорить было бы смысле но уже джинска нет ленина нет стали троцкого выгнал уже сформировал как бы власть уже десять лет отпраздновали тяпской революции и идея индустриализации как бы она витала и в общем-то в окружении сталин и станет понимал что для того чтобы советская россия сср ну надо индустриализации и тогда все начинаем строить заводы ударные стройки начали вообще по большому счету ну план герло вы наверно слышали да этот первый это станции но пан герло включал не только средства электростанции а строительство действительно завода возле тростов и да действительно начались стройки ну опять можно сказать большие маленькие то просто деле она началась и да 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 то что я много раз говорю народ ленивый бездельник и хитро ведь понимаете какая ситуация вот сетевает стройку тут уже не избирали назначает директора причем партийного так дальше он проезжает и назначает и проводят так званую ну как бы привлечение трех ресурсов потому что надо что чаще всего как вот место пустыне пустыне надо построить электростанцию надо построить завод тогда и начинают агитировать при все крестьян кого же еще чтобы они ехали работать при этом предлагают там пайки деньги ну какие преференции даже такие причем действительно а народ не это при том что тогда существовал довольно большая безработица биржа труда была большая безработица была ну советском союзе была бы это же двадцатый год и тут же люди агитируют вот поедете на стройку там платят хорошо там пойти там еду там то есть бесплатная еда пойти куча они хотят ехать как мало того приезжают не успели работать свалили что такое условия плохие нам не нравятся мне быть если кто зощенко читал прошу прощения что я до литературы но просто знаете я надеюсь хоть что-то вы там читали если зощенко кто-то читал у него колоссальное количество работ таких филитонов сатирических где говорят про врачей ну имелось ввиду те которые меняют работу там еще где побольше приехали там тип бегунов которые бегали летунов как он назвал да и он эту кучу это тогда вообще советская сатира критиковала рвачей летунов людей которые не хотят работать на месте да да это была такая ну и действительно была большая проблема когда вот есть стройка есть директор есть день есть план и все работяг ну нету приезжают и не хотят работать или что причем ну что им зараза надо этим работягам а ничего не надо а лишь коммунизм строить вот это есть гнилось знаете потрогать и ой я работать хочу ай хочу но об желательно чтобы не работаю но помните полуке вещей вот там нет ничего удивительного люди по натуре действительно ленивы если есть возможность не работать будут не работать если если возможность не напрягаться будьте напрягаться понятно дело если вы предлагать человеку приехать тот же лес срубить лес построить завод ну я при этом не очень то То есть вы же платье лесу рубить, даже пожить в бараке. Да, вы согласны ему заплатить хорошую зарплату. А он говорит, дайте ему где-то жить. Лучше я буду жить в своем там городишке. Так, тут с работы напряг. Ну я там подукрал, там подзаработал. Там левачок. Нормально, нормально. Чего ты поеду в этот лес? Что я там забыл? Да, ребят, вот это и есть рабочий класс. Вот это и есть хегемон вот этот проклятый, который тронет, что он работает. Да не хочет он работать, не хочет. И когда были капиталисты проклятые, вы думаете, почему в царской России действительно как бы мастер, который работал на заводе, получал очень много. Да, он был, грубо говоря, наподобие такого держиморда. Да, штраховал людей, мог, что называется, заехать. Наказывал. То есть был такой и сволочь, и сволочь. А иначе никак. Зато работяги работали. Но когда убрали собственника, убрали этих мастеров, они же плохие. Теперь же рабочий класс. А рабочий класс оказался еще хуже. Понимаете, какая ситуация? В общем-то, Сталин видел, что это все учебники, все эти умные книги, этих всех Сан-Симонов, всех этих там Марксов, Энгельсов, чушь собачья. Все это он происходило понимал. И действительно попытки как-то что-то сделать, запустить, хоть как-то, тупо. Серьезно, ребята. Но никак. Причем они вроде бы и так, и так, и так. А они идут. Но никак не идут. Не хочет рабочий класс работать. Не хочет. Хочет бездельничать, лентяйничать. Или в любом случае, но тоже же Балабарат, давайте мы будем там в комсомольские стройки. Замечательно. Да, молодежь. Ура, поехали. Приехали, все разъехались. Не, выпили сначала. Ну понимаете, потому что как? Ну одно дело, это эйфория. Приезжает, ну действительно говорю, понимаете, работа на таких стройках нелегкая. И они приезжают, поработают. Ой, тяжело, тяжело. Смолен. Вот такая ситуация. И тут, конечно, ну говорят, что это там виноватый еврей, который посоветовал Сталина. Я думаю, это не он посоветовал. Я думаю, что эта идея, ну, привлекала. Ну, во-первых, и до этого привлекали осужденных в работу. Но я думаю, что здесь уже идея это витала. То есть я думаю, про это говорил ему и Бухарин, и Рыков, и все остальные. Ну, то есть это нельзя сказать, что что-то такое невероятное. Плюс, ну, в конце концов, историю-то тоже как бы озызнали, как рабы работали и так дальше. И в принципе, Гулах создавали как рабский, как рабскую страну. Ну, вы, конечно, слышали про Беломорканал. Ну, в общем-то, это считается одним из самых таких первых строек, где официально был задействован, ну, тогда еще, аналог Гулаха, то есть сначала. Потому что там действительно официально Беломорканал строили заключенных. Если остальные строки так через там-там-там, то здесь официально заключенные строили. Да. И получилось. Получилось. Там же, если вы знаете, что Беломорканал построили, пороздавали награды, там генеральские звания подавали. Мало, там же была тоже забавная ситуация, когда некоторым послуженным после этого, бригадиром. Ну, мало того, что их освободили, им еще офицер, им еще, ну, предложили работать в ГУЛАГе. И сразу звание дали. НКВДшное. То есть, вот он был зэк, тут он переходит, да, он был зэк там, бригадиром, тут он переходит в ГУЛАГ, и его там, ну, тогда не было капитальный лейтенант, тогда там был замзводок, но ему дают офицерское звание НКВД. А это когда-то, хопа, и взлетел. Лихо, да. Нет, действительно, такая ситуация была. Это не выдумки, серьезно. И да, действительно, когда это сработало, Сталину это понравилось, и он поставил на поток. Вы видите, какая ситуация, это действительно факт, если вам интересно, можете даже, ну, сейчас говорить куча, когда была ситуация следующая, надо строить какой-то объект. Смотрят, кто здесь нужен. То-то-то-то. Сколько надо? То-то-то-то. Дальше. Все гениально просто. Делаются списки, и дальше по спискам производят аресты. Прямо, по-настоящему. Действительно, история знает случаи, ну, вот я говорю, что действительно встречал человека, которого, он попал в ГУЛАГ только потому, что его профессия была нужна. Все. И вот, причем, там даже, понимаете, такого следствия особо не было. Его, что называется, взяли, привезли, потом дали расписаться, ну, это работяга. Я говорю, что я вообще контработяга. Дали ему расписаться, там-там, и оказалось, что он осужден за контрреволюционную деятельность. Он контрреволюционную деятельность. и поехал в Воркуту шахты строить. Там он работал, вот строительство шахт, и так дальше, и там на шахте работал. Причем, на каком-то этапе, ну, вот он тоже рассказывал, что там уже сложно было понять, где зэк, где зэк, потому что оно уже, там уже и охрана, и работники, и зэки, и все вместе, потому что весь город был, зону, весь, то есть все, все, то есть оно такое уже там. И он там действительно работал, причем, ну, пока Сталин не умер, грубо говоря, потому что даже когда там его как бы типа срок кончился, ему проглили, ну, это все. Так что да, такая ситуация. Действительно Сталин, исходя из экономической целесообразности, возродил крепостничество, ну, колхозы это крепостничество, ребята, что вы там не говорили, поэтому паспорта не выдавали, поэтому почти не хлеб изымали, классическое крепостничество. И возродил рабство. Влах это чистая модель рабства. Когда людей отправляют на стройку, деньги не платят, плохо кормят, ну, экономят, знаете, я понимаю, что это нет, рабов там, да нет, ребята. Да, люди умирают от тяжелого труда, ну, поймите, ну, вот если опять же вы так почитаете про рабство в США, про это очень много написано, чего я им так рассказываю, потому что про римское рабство там и меньше, а про рабство в США, если почитать, там очень много написано, ужасно, есть куча статистики, сколько рабов привезли, сколько умерло, как, это все есть. да, рабы умирали очень сильно, очень сильно, то есть действительно, в США получалось так, вот, привозили, привозили рабов, они там работали, работали, причем не очень длительное время, умирали, привозили новых, то есть там действительно вот такая ситуация, ну, а что ж выходит, и то же самое сделал Сталин в СССР, когда людей просто арестовывали, везли на стройки, они там работали, кто-то выживал, кто-то умирал, понятное дело, что очень многие умирали, это факт, ну, как вы сами понимаете, начали со стройок, потом Сталин возникли, постойте, а что бы нам бы так ни не сделать, ну, вы знаете, что величайший авиаконструктор Туполев сидел, причем он был действительно арестован, просто потому что он авиаконструктор, ну, и всех остальных, которые в шабашке работали, они были просто арестованы, потому что они были нужны для работы, не потому что они, ну, представьте, ну, Королев, ну, он не то, что не антисоветчик, он даже, он любил родную партию, любой любимый, какой черт, ты советчик смеешься, да, вот это и, и фактически, да, действительно, нужно понимать, когда начинается, он уже разрастается, действительно, в каком-то этапе, ГУЛАГ стал весь, когда говорят, что там полстраны сидело, полстраны охраняло, это, конечно, немножко перекручено, но действительно, если посмотреть, сколько людей прошло через ГУЛАГ, да, были такие случаи, когда вот стройка заканчивалась, человека освобождали, были, спорить не было, такое было, и грубо говоря, но опять же, возвращаясь домой, с клеймом, этого самого, он нормально, как бы жить не мог, хотя, всегда был под подозрением, бывали случаи, что так, стройка закончилась, вернулся, а годик, который поработал, обратно его взяли, такое тоже было, 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 и да, действительно, Сталин, благодаря рабскому труду, рабскому, построил заводы, теперь, когда вы говорите, ой, какие хорошие заводы, нет, это, они не хорошие, они плохие, потому что, их действительно, строили рабы, эти заводы, конечно, построили, если бы не было, Советского Союза, хочу обратить ваше внимание, в Чехословакии, не было гулага, там шикарный завод, это, я имею в виду, Второй мировой войны, в Финляндии даже построили заводы, там тоже гулага не было, в Швеции гулага не было, вообще, если посмотреть по Европе, ну что, в Франции гулага не было, заводы были, только нет, такая, Германия, ну и что, даже в условиях, когда, что Гитлер не пришел к власти, ну что, строили заводы, все было, гулага не было, потом уже Гитлер делал гулаг свой, так что, в данной ситуации, ну как вам так объяснить по-простому, да, действительно, Сталин, как сатана, сделал с точки зрения экономики, жестокий, беспощадный, но на тот момент, правильный решение, он происходно понимал, или вернуть капиталистов, это было нерально, да, если были капиталисты, конечно, заводы построили, это без проблем, понимаете, как только появляется капиталист, появляется рыночное отношение, ух ты, все, дальше, дальше просто, на глазах все появляется, ну, или рабский труд, он предложил рабский, и вот так вот оно получилось, и вот такое у меня получилось видео, которое, в определенной степени, поддерживает, Сталина, а с другой стороны, рассказывает вам горькую правду, сейчас, конечно, вам сложно понять, как этот человек, каждый день сидит, вот начинает вечер, и он ждет, что его арестуют, я встречал такого человека, ну, он работал инженером, как раз на заводе большевик, не удивляйся, он каждый вечер ждал, что его арестуют, каждый вечер, почему, потому что, и шли аресты, и там, одно, другого, третьего, нет, он был не начальник, он вообще, было быть, ну, он закончил, как раз, КПИ, работал на заводе, он небольшой, подробно, немножко назывался, работал на заводе, обычным инженером, жил в инженерном доме, тут тоже интересная ситуация, что была такая привычка, типа, для рабочих отдель, бараки, для инженера, инженерный дом, с квартирой, там, бесплатно, но, как вы сами понимаете, вот, он ночью спал, и он, ну, все равно, тишина, слышал, когда открывает входная дверь, и видно, что, поднимается, звонит, и он понимал, пришли, и, конечно, он боялся, чтобы взаим, не, взаим не пришли, начал каждый день, ждал ареста, при том, что он хоть назвать, антисовет, каким, избежал, и не вставали, но, я могу представить, как бы, вот эти любители Сталина, вот так бы посидели, причем, это было несколько лет, это ж не, там, ну, как говорю, что, вот, уже, когда началась война, то, в некоторой степени, выдохнули, то, уже поняли, что, ну, действительно, ареста будет, вот такая ситуация, так что, было же за внимание, пишите комментарии, пока, субтитры сделал DimaTorzok,